Всемирный день борьбы против рака – это памятная дата, отмечаемая ежегодно 4 февраля. Провозглашена Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями. Цель этого Международного дня – повышение осведомленности о раке как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации. Привлечение внимания к предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания. Ежегодно Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями имеет свою тему. В 2019-2021 годах Всемирный день борьбы против рака проходит под лозунгом «Я есть и я буду». Рак является общим термином для большой группы болезней, которые могут поражать любую часть тела. Метастазы являются одной из основных причин смерти от рака. Старение организма является еще одним фактором риска развития онкологических заболеваний. С возрастом вероятность развития рака резко увеличивается. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, рак является одной из основных причин смерти в мире. В 2018 году от этого заболевания умерли 9,6 миллиона человек. Наиболее распространенными видами рака являются рак легких и рак молочной железы, рак толстой и прямой кишки, рак предстательной железы, рак кожи. Среди основных причин, формирующих заболеваемость раком, как показывает статистика, лидирующую позицию занимает неправильное питание. На втором месте – курение. Следует также не увлекаться загаром, не употреблять продукты с красителями и регулярно показываться врачу. Существует два способа раннего выявления рака – ранее диагностирование и скрининг. Систематическое проведение диагностики опухоли на ранней стадии. По данным онкологов, на начальной стадии практически все опухоли поддаются терапии. Причем в 99% случаев их можно вылечить хирургическим путем. Начиная с 50 лет, каждому человеку не реже одного раза в год следует обследоваться у онколога. Женщина должна посетить гинеколога, проктолога и мамолога. Мужчина – сделать рентген легких, обследовать желудок, толстую кишку и предстательную железу. Эти обследования являются ранним подходом к выявлению онкологических заболеваний. В настоящее время в мире живут 43,8 миллиона человек, находящихся в стойкой ремиссии после онкологического диагноза. В России ежегодно примерно у 600 тысяч человек впервые диагностируют рак. По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в 2020 году расходы на лечение и диагностику онкологических заболеваний вырастут в России на 35% и составят более 270 миллиардов рублей. Около 95 миллиардов рублей дополнительно будет потрачено на противоопухолевую лекарственную терапию, в том числе в центрах амбулаторной онкологической помощи. Сегодня в арсенале врачей есть все современные технологии для терапии онкологических заболеваний. В настоящее время рак – не приговор. Это болезнь, с которой можно справиться, которую умеют лечить. Натуся Кучмезова, Сергей Лобынцев, Новости Кашхабльского района. Субтитры создавал DimaTorzok